Добрый день, друзья! Некоторое время назад я опубликовал в интернете на одном из ресурсов открытое письмо министру обороны, которым просил его убрать коммунистические и советские символы из православного храма. Я считаю, что это очень важно. Есть люди, которые разделяют эту мою точку зрения. Это письмо уже подписало около ста человек. И в этом видео я хочу призвать вас тоже присоединиться к нашей группе, которая считает, что коммунистическим символом, символом советской атеистической эпохи не место в христианском храме, что в христианском храме не место вообще атеизму как таковому, потому что там изображены лидеры коммунистические, тот же Жуков, Будённый. И вообще ничего общего не может быть у атеизма, коммунизма, советской власти, СССР с церковью. Проблема в том, что вот видите, у нас сегодня из религии пытаются сделать какую-то скрепу, создают какую-то гремучую смесь гражданской религии, где всё в кучу в одну бросают, и коммунизм, видите, и христианство. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я в этом глубоко убеждён, и поэтому хочу попросить вас присоединиться к нашей группе. Ссылку на это открытое письмо вы увидите в описании под этим видео. Подробности я рассказывать не буду, там всё популярно написано, можете это почитать. Но сейчас я хочу остановиться вот на двух моментах. Первый момент я уже сказал, что у христианства и вообще у религии ничего не может быть общего с атеизмом. Это просто когнитивный диссонанс. Нельзя изображать коммунистов и людей, не верующих в христианских храмах. Но, к сожалению, мало кто сегодня это понимает. Для людей, понимаете, это стало нормой. Иногда мне присылают какие-то странные объяснения, просто странные, которые я понять не могу. Якобы эти люди были верующими, которые там изображены. Якобы советская власть это тоже органический этап жизни христианской Руси. Поэтому можно изображать большевиков в качестве положительных героев, а не в качестве гонителей, как они всегда изображались. В том числе и те персонажи, которые изображены, как будто Будённый, Жуков, например, или других храмов. Гагарин изображался. Они были верующими. Просто они не могли говорить о своей вере открыто. Это, конечно, нонсенс. Такого быть не может. В принципе, не может. Мы так получим какую-то когорту верующих людей, в кавычках верующих, которые не верят в Бога и никак свою веру не обозначили при своей жизни. Ведь Христос сказал, то исповедуй меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моим небесным. А тут что мы получаем? Это хуже, чем иезуиты. У иезуитов была такая традиция, что они являлись тайной службой Ватикана и в целях работы своей на Ватикан могли и хулить католическую церковь, отказываться вообще от веры и разные вещи себе позволять. Но Ватикане знали, что они свои. И им все прощалось в результате. А тут мы возьмем, например, Жукова. Никто не знал нигде, никогда, никаких источников нет того, что он был верующий человек. То есть придумки сейчас придумают. Чуть ли не тайный схиегумен был, нектария оптицкого старства посещал. Но на самом деле сам он всю жизнь себя позиционировал как атеиста. Везде писал, что он атеист, что он коммунист, что он верит в светлое дело Коммунистической партии Советского Союза. И что теперь? Где вы видели таких верующих, которые о своей вере в жизни никогда не заявили? Да, у нас есть верующие святые, даже как разбойник на кресте, который всю жизнь не веровал, но в конце принял Христа. С Жуковым, с Гагариным этого не произошло. Какой смысл тогда их в церковь притягивать? Ведь так мы открываем лазейку, для чего угодно. Мы же теперь кого угодно и что угодно можем в церкви так изобразить, вообще не имеющие отношения к христианству или прямо противоречащих христианству. И это, конечно же, ненормально, понимаете? Можно ли сказать, что человек, допустим, исповедовал ислам, но он был патриот России. Понимаете? Он вот за родину пострадал. Давайте мусульман изображать в христианских храмах. Ну, может быть, они не могли, они в такой обстановке были, что они могли вот христианство выразить свое в глубине души. Ну, это они христиане были, мы это знаем. Вот такие глупые объяснения сегодня люди приводят. Просто странные, противоречия вообще Евангелию, Святому Писанию и основам христианской веры. Христианин должен свою веру публично исповедовать, сознательно и быть исповедником своей веры. Только тогда он может быть в качестве праведника изображен на фресках православного храма, пусть даже он не канонизирован. В древности изображали князей, например, которые не канонизированы, но это все-таки были люди достаточно благочестивые, ну, или, по крайней мере, христианцы исповедовали 100%. Мы знаем о них как о христианах. А если уж люди не являлись христианами, ну, тогда они изображаются в соответствующем контексте, как вот большевики в храме Бутова, например, расстреляющие там новомучеников, или как Иуда, предатель. Но об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас я хочу еще раз вас призвать, чтобы вот этого абсурда не допустить, прекратить его, по крайней мере, остановить. Подписывайте наше обращение к министру обороны. Вы спросите, зачем это делать и что из этого вообще выйдет? Ну, во-первых, я готовлю все-таки обращение в суд. Для начала, перед обращением надо придется в милицию, прокуратуру, в ПСБ обратиться. Конечно, я думаю, ничего из этого не получится, вряд ли будет уголовное дело начато. Там, потому что есть статьи Уголовного кодекса об оскорблении чувств верующих. Для меня эти фрески однозначно оскорбляют мои религиозные чувства. Но нам сейчас нужен прецедент. Все равно Шойгу не вечный, Путин не вечный, Кирилл не вечный. Они уйдут. Рано или поздно этот абсурд закончится. И для того, чтобы нам не говорили потом, а че же вы такие, мол, когда все кончилось, там судитесь и подаете в суд. Мы вот это делаем сейчас, чтобы было видно, что мы не молчим, мы за свою веру готовы пострадать и готовы действительно отставить свои взгляды открыто, ничего не боясь. К чему я вас призываю. Всего вам доброго. До новых встреч.